АС-2410 новая «Волга», которая только что пошла в массовое производство, является десятой базовой моделью легковых машин Горьковского автозавода. А ровно 50 лет назад здесь были собраны первые отечественные легковые автомобили марки М1. В народе звали эту машину просто и ласково. М-ка. М-очка. Мы снимали эти кадры в своеобразном мемориальном гараже автозаводского музея, куда все эти газики разных времен пришли своим ходом. И совсем немного времени требуется, чтобы снарядить их при случае в дорогу. На базе М-ки изготовлялись маленькие грузовички-пикапы, которые использовались в сельском хозяйстве. Выпускались и фаэтоны с откидывающимся верхом. Как видите, это были довольно сильные машины. Весь энтузиазм молодости был вложен в эту машину. Мы не считались ни со временем, ни со своим, ни с чужим. Мы работали, как говорится, в полную силу. Здесь создалась уверенность о наших возможностях. Особенно эта уверенность утвердилась тогда, когда мы во время войны поработали и над военными машинами. Нашему собеседнику потом доводилось конструировать автомобили «Победа», «Зим», «ГАЗ-69», «ГАЗ-51», «ГАЗ-63». А войну он был удостоен государственной премии СССР в числе разработчиков танка Т-80. Ну а современные машины автозавода, вот в сравнении с этими машинами, что они могут взять от этих машин прежде всего? Надежности. 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 Вот. И, ну я бы сказал еще, если говорить о производстве, то и качество сборки. Так, чтобы было высокое. Так, как было это дело на М1. Конечно же, сплав рабочего и инженерного мастерства в сочетании с возможностями, которые открывает техническое перевооружение производства в наши дни, все это должно послужить тому, чтобы новые машины марки «ГАЗ» отвечали самым строгим современным требованиям и пользовались в народе таким же уважением и любовью, как старая заслуженная «Эмка». «Эмочка». Продолжение следует...